Всем здорова, с вами Стресс, и это второй выпуск фишек в игре Тролли против Эльфов. Я решил снять второй выпуск и прояснить некоторые моменты и показать новые фишки. Так, сразу приступим к делу. Я до сих пор вижу после моего видоса с фишками до сих пор челов, которые каждый раз прокликивают ДК вот так. Или каждую, каждая виспа ручную создают. Этого делать не нужно, потому что в игре есть специальная такая функция. Через Shift вы можете все делать последовательно. Это как? Нажимаем Shift, создаем 10 ДК. Если вас бьет Тролль стену, то создаем еще одного клока и делаем еще раз. Через зажатый Shift создаем воркеров. Окей, это мы прояснили, что Shift может ставить очередь юнитов. Также два клокверка, это вам ускоряет этот процесс вдважды. Если вы даже собираетесь построить тимбер, который делается 30 секунд, это вам займет на 30 секунд меньше. Такс, и еще. Когда вы создаете виспо для дерева. Я часто натыкался, что когда вы создаете виспа, вы не знаете именно где он заспавнится. В округе NG, и она может заспавнится так, что моделька NG будет блокировать вам, прокликнуть виспа. В этом случае что делаем? В настройках есть такая, следующий юнит. У меня это Z. То есть F1, ну F1 нажимаем на своего героя, нажимаем Z. Последний юнит выделяется сам по себе, следующий юнит. То есть вы создаете любого виспа. F1 и Z. То есть вообще даже не надо прокликивать его. Просто нажимаете одну кнопку, и она сама прокликивается. Такс, что еще? Зажатый shift висп, можете их потом под группу взять и ввести в дальние углы карты, чтобы тролль не достал их. Также через зажатый shift вы можете удобно себе строить базу. Например, у вас лимит на вышке 30, вы можете через shift с зажатым, можете просто устанавливать товра. В такой последовательности, которую вы указали. Такс, я случайно стоял там. Окей. Не смогу, да? Окей. Это сэкономит вам время. Вы можете, пока эльфу задали эту команду через shift, можете пока что-то качать, скупать дерево, или ставить виспо в goldmine и так далее. Такс, и есть такой мини-баг, что ли. Когда у вас стоит автоатака всегда, у вас этого не случается, у этого бага. Но если у вас автоатака стандартна, то вы можете товраам своим отменять атаку через аич. Вот. Через аич отменили. И когда вы хотите продолжить атаку... Так, сниму назад. Что, немного назад? Цель... Цель не вне радиуса написано. Мы не можем атаковать, а хотя... Здесь, в радиусе, мы его достаем. Что в таком случае вы можете... Вот видите, не можете на него атаковать. Вы просто райт-кликом нажимаете на любую башню, или через атаковать клавишу A, атакуете свою башню, и вы отменяете ему действие холда. То есть, просто включаете ему автоатаку. В игре есть такой лайфхак, прикольный. Когда вы ставите что-то, какое-то здание, вот, достроенный камень и недостроенный камень. И если тролль поблизости, вы не можете сломать достроенный, а достроенный, недостроенный сможете. Это как нам поможет? Если тролль в инвизе, он вас байтит. Он нажал ТП инвиз и отменил, а вы это не видите. Вы можете просто прочекнуть, поставить камень где угодно. Если она не ломается, враг рядом. Значит, он отменил ТП. И он может появиться прямо сейчас. Вот такой лайфхак. Детектор тролля называется. Так, есть только еще одна фишка. Если вы играете Мрадин, и у вас поблизости ливнул, или не поблизости, например, ливнул элев, с оставленным им клокверком и трейдером, вы можете немного для себя из них выбить выгоду. Вы можете... У него же есть свои деньги. Вы можете скупать за него дерево. То есть, здесь тратятся его деньги. Скупать дерево и у себя продавать его. И иметь с этого выгоду. Или в лейте создать для себя 5 кунок. Это у меня закончилась еда. А у него будет полная... Как называется... Вся еда 0 будет. Вы можете через его воркера, через воркер гилд, создать себе воркеров и отправить себе. И они будут работать. Они будут чинить, как ваши воркера. И вы можете поставить 20 дк, 10 кунок и так далее. 4 теймбера. И можете отправить ему лям, дерево и голды, и сделать 2 дазла себе. Такс, представим, что у вас стена драгонвол. И вы... И к вам пришел тролль. Таким закупом. Что вы делаете? Вы начинаете проигрывать. Вам дк не помогают. Они не чинят, потому что у него дизоль. Что мы сейчас можем сделать? Чините. Все равно не поможет, да? Мы даем рут и апаем его. Когда мы апаем, эффект дизоля спадает. И теперь он бьет... И мы вот так можем отрегинить full HP себе и дефаться дальше. Теперь другая ситуация. У вас, допустим, 4 VR-ки, да? И тролль вас убивает. Вы не можете позволить себе water dragon wool. Что мы делаем? Ну, то есть, вам дуду надо сделать, а он не отходит. Он вот, сейчас сломает. Вот-вот сломает. Мы делаем что? Даем ему рут. Берем VR-к, добиваем стену. Ставим другую стену и апаем на другого. Так, ты не бьешь, потому что здесь будет стенка. То есть, мы его рутим. VR-ками убиваем свою же стену. Если у юнита меньше 50% HP, то мы можем его добивать. Вот здесь, например. Так, представим, вы строитесь на этой базе. Просто представим такую ситуацию. У вас все хорошо. На всех деревьях висят лямники. У вас все хорошо, но, что плохо, вас прессингуют. То есть, у вас мало места для goldmine. Что вы в таком случае делаете? У вас, представьте, у вас все эти деревья лямникой заполнены. И вы специально ставите энчу притык к деревам. Не надо оставлять место. Это для чего делается? Для того, чтобы заблочить местность у энчи и чтобы энча теперь строила за базу. То есть, она будет призывать юнитов за базу. Сейчас посмотрим даже. Сколько надо? Ну-ка, хватит? Да. Теперь она сквозь эти деревья, потому что это ближайший открытая местность для энчи сейчас. Вы можете блочить местность и за счет этого выводить юнитов в другую сторону. То есть, чтобы убить этих, ему нужно сделать вот такой вот крюк. Например. Это одна из баз из каких-то карт. у виспов есть такая функция, что их можно оставлять на резерв. Например, так. Вы, чтобы вам строить например, товра, лямники или какие-то товра, вам нужно стабильный доход и их нужно каждый раз строить, когда они заканчиваются. И это меня лично иногда раздражает, что каждый раз нужно их заново строить и из-за этого прерывается весь фарм. И надо каждый раз прокликивать их. И я придумал такой метод. Вы берете виспов, ставите заранее. Вот. Я уже поставил этого, этого и этого. Да, например. И когда эти закончатся, сейчас сломаю их, вот они закончились, они автоматом идут их строить. И это можно использовать очень по-разному. Например, я один раз в игре его использовал так. Когда меня ломали, вот, меня сломали, да, вот стенка сломана, я блинканулся просто сюда. Сломал Клокверка и виспы пошли строить мне оборону. Они просто заблочили ему путь. Как видите, тролль не может пройти здесь. Здесь один пиксель в ширину. Вот так можно использовать это все на вашу фантазию. На сегодня это все. надеюсь хоть что-то узнали новое. Если вы узнали что-то новое, ставьте лайки, подписывайтесь там и что-то там такое. Короче, всем пока. что-то .